Телеканал Дважды Два представляет Бермудес, Луис Луке, Ильда Бернард, Jorge Делия, Виргиня Инноценте, Умберто Серрано, Мими Арду, Асфальдо Тессер, Моника Галан, Асфальдо Гиди, Гастон Мартелли, Диаго Босоно, Пitäтье, «Парайсти, Аморо» «Парайсти, Аннон, Телеканал Движер», «Парайсти, Аннон, » Режиссер Карлос Эбаристо. Оператор Рубен Герваси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всегда. Прости. Я только пришла узнать, не нужно ли чего Николасу. То, что нужно Николасу, у него уже есть. Ему нужна я. Нина. Никки. Никки. Посмотри на меня, дорогой. Я Миранда. Давай, скажи мое имя. Миранда. 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 Да. Очень хорошо, дорогой. Очень хорошо. Анатонелла, я подумала, может, сказать Факунду. Лучше мне заткнуться. Мне не нравится говорить самой с собой. Анатонелла, я подумала, может быть, позвать Факунду и сказать ему. Ты меня не слушаешь? Нет. Ладно, если я тебе понадоблюсь, то у меня приемное время. Я надену каску пожарного, возьму шланг и помогу тебе погасить любой пожар. Может, это больше, чем пожар? Это конец. Конец чего? Моих отношений с Николасом. Не будь такой категоричной. С тех пор, как ваши отношения начались, ты 194 раза говорила, что это конец. Это конец, Паула. Я уже слышала много раз. Николасу, я больше не нужна. Горошенко не проросла. У меня ничего не осталось. Я потеряла ребенка и только что потеряла Николаса. Антонелл, я никогда не видела тебя такой. У тебя нет желания что-то разбить, разорвать, покричать? У меня нет сил. Значит, это правда. А что случилось с Николасом? Ничего. Вернее, все. Я люблю его. А он меня не любит. Я ему не нужна, он с Мирандой. Но он не в первый раз с Мирандой. Но сейчас это в первый раз. Он ласкал ее с нежностью, как бы открывая ее для себя. Меня не волнует Миранда, меня волнует он. Я хорошо видела. Он был взволнован. Почти счастлив. Он был счастлив, понимаешь? Что я должна понять? Николас пока не тот, что прежде. Ты торопишься. Николас никогда не будет таким, как раньше. Тот умер. Карты мне всегда говорили. Светловолосая женщина. Оставит красный поцелуй на его лице. Женщина оказалась не женщиной и не светловолосой. Но это случилось. А красный поцелуй был оставлен на груди. Этот поцелуй покончил с Николасом. Теперь он другой. Ласковый, как прежде. Как прежде хороший, но другой. Дай ему время. Пожалуйста, Антонелло, не сломайся сейчас. Ниже упасть я уже не смогу. Я на самом дне. Я потеряла ребенка. Думаю, я не сошла с ума, когда потеряла ребенка, потому что был Николас. Тогда он был как ребенок, которого нужно было защищать. И сильно любить. Но Николас еще есть. Да. И я люблю его. Но не могу его защитить. Я ему не нужна. Теперь я действительно бедная, Паула. Очень бедная. У меня ничего нет. Почему ты мне не сказала, что у тебя диабет, Ракель? Ты даже позволила оскорбить тебя. Почему ты мне не сказала? Я не хотела волновать тебя, дядя. Я ничего не знаю об этом заболевании. Ты должна ежедневно делать укол, верно? Да. Кто тебе их делает? Я сама. Что это, инсулин? Да. Хочешь, сегодня вечером я приготовлю гамбургеры? Они у меня получаются, как в американских фильмах. Это не инсулин, дядя. Это то, что нужно Гастону. Потому что он меня любит. Очень любит. Помнишь? Мать Флоренции. Малышке, которая отдала почеку Федерико. Да. Меня очень взволновала эта женщина. Она меня спросила, как можно жить после того, как потеряешь ребенка. Когда это случилось, я не хотела тебя слушать. Ты пыталась меня успокоить, но я тебя не слушала. Я все время вижу полотенце. Закрываю глаза и вижу окровавленное полотенце. Ладно, не думай об этом сейчас, пожалуйста. Как это возможно, чтобы жизнь ушла таким образом? Я никогда не сжимала ноги с такой силой, как в тот вечер. Я знаю. Знаю, потому что когда ты очнулась в больничной палате, ты даже ничего не спросила. Без слов, но спросила. И нашла ответ в твоем взгляде. Миранда права. Я занялась Николасом, чтобы ни о чем не думать. Поэтому я заставляла его делать столько упражнений. Я мучила его. Нет. Сегодня Николас такой только благодаря тебе, потому что ты его мучила. Нет. Я слишком много от него требовала, утомляла его. Больше я ему не нужна. Войдите. Синьори Тантонелло, быстрее спускайтесь. Вулкан начал извержение. Что случилось? Как вы говорите, все полетело к чертям. Ну, конечно. Синьора не могла сказать правду своему сыну. Меня всю жизнь окружала ужасная ложь. Мне показалось, что это слишком великодушно, чтобы ты пригласила Нурию приехать в этот дом. Нурию пригласила я. Хватит лгать. Я узнал всю правду. Я знаю, почему я не мог приближаться к Пауле. Ведь ты мне сказала, если я до нее дотронусь, ты выгонишь меня из дома. Прости, дядя, но я не знаю, о чем речь. О том, что твоя бабушка дерьмо. Паула моя сестра. Оскорбление излишне. Не вмешивайся, потому что ты еще одно дерьмо. Хотя это не совсем так. В действительности ты... Хватит. Я сказал, не вмешивайся. Мне наплевать на то, что вы назвали меня дерьмом. Но думайте о том, что вы говорите матери, потому что я разобью столик. О вашу голову. Спокойся, Антонелло. Меня не удивляет то, что происходит с Факунду. Если ты хочешь знать правду, Факунду, давай лучше уйдем. Мне безразлично, что ты сын кухарки. Я люблю тебя таким, какой ты есть. Прости, Нурья. Ты сказала, что Факунду сын кухарки? Да. Ты же слышала. Он знает всю правду. Паула и Факунду – брат и сестра. Это неправда. Единственная правда, но и безмозглый. Да. Факунду Корнехо Михея – король Олохов. Но не огорчайся, потому что для тебя тоже есть почетный титул. Нурья – королева тупиц. Можно узнать, над чем ты смеешься? Над тем, что вы два дурака. Боже мой, какие же вы глупые. Видишь, Паула наш план дал результат. Никогда не думала, что он вызовет такую суматошку. О каком плане ты говоришь? Как? Вы не знаете? Я же актриса. Мне нравятся телесериалы. Так вот, Факунду достал Паулу. У этого сеньора в голове один секс и ничего, кроме секса. Паула собиралась пожаловаться на него. А я сказала, не нужно, потому что вспыхнет международный скандал. И что вы сделали? Что сделали? Паула, расскажи ему, что ты сделала. Нет, у тебя получается лучше. Я не умею говорить на публике. Я стесняюсь. Очень хорошо. Я скажу, что она сделала. Она сделала то, что должна была сделать. Паула сказала Нурии, что она и Факунду – брат и сестра. Что он сын кухарки? Матери Паулы. Но не Факунду. Мы рассчитывали, что Нурия все расскажет Факунду, и Факунду перестанет цепляться к Пауле, потому что они брат и сестра. Я видела это в прошлом году в фильме «Селеста». Он и она были братом и сестрой, но на самом деле, значит, ты, Факунду, думал, что ты сын кухарки. Антонелло права. Ты безмозглый. Почему я не могу тебе помочь? Потому что я не хочу. Сегодня тебе выпала роль гостей. Достаточно того, что ты на меня смотришь. Тебя ждет сюрприз. Я знаю, Крестобаль. Ты отправил меня смотреть витрины. Сегодня ты снова не пойдешь в кабаре? Я тебе же сказал, что нашел другую работу. Я уйду из кабаре. Я женюсь. И не хочу, чтобы вечерами моя жена была одна. Это не дело. Крестобаль, когда ты начнешь увеличать звонки? Не знаю, как можно быть музыкантом с таким слухом. Крестобаль. Антонелло, привет. Дядя, я не думала увидеть тебя таким. И не думаешь меня поцеловать? Какая прелесть. Стол со свечами. Похоже, у вас необычный ужин. Особый. Все готовит твой дядя. Не дал мне даже тарелку поставить. Тогда мне лучше уйти. Завтра я позвоню. Минутку. Того, что у меня в духовке, хватит на целый полк. И Кунсуэлла не станет ревновать, если я приглашу на ужин еще одну даму. Доставь ему удовольствие. Его желание исполнится, если он поужинает с двумя женщинами. Вы собирались... Праздновать. И это прекрасно, что ты пришла отпраздновать с нами. Что вы празднуете? Сегодня нам назначили дату регистрации гражданского брака. Мы поженимся через две недели. А где Антонелла? Ушла. Как Николас? Очень хорошо. Как все это медленно? Если сравнивать с гриппом, то это медленно. Но если вспомнить, что Николас был на грани смерти, то все очень хорошо. Ты так не думаешь? Ты не пригласишь меня выпить? Нет. Я не пью с женатыми мужчинами. Думаю, это очень хорошо. Так ты не пригласишь меня выпить. Ты не слышал, что я сказал? Да, слышал. И сказал, что это очень хорошо, что ты не пьешь с женатыми мужчинами. Я вдовец. Мое единственное обязательство – это мать, аз. Мой девятнадцатилетний сын. Ну что? Как насчет выпить? Значит, ты не помолвлен и не женат. Значит, да. Господи, тогда ты заслужил целую бутылку. Возьми, она твоя. Это собака. 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 Очень хорошо, папа, прекрасно. Как идет чтение? Супер, бабушка. У папы все супер. Знаешь, почему так? Потому что у него классный учитель. Учитель супер. Феда. Да, Феда. У тебя чудесный сын, Николас. Пинина. Что ты сказал? Пинина. Он хочет в туалет? Нет, бабушка, при чем здесь это? Я уверен, ему нужен аспирин. Он столько читал, у него разболелась голова. Ты так считаешь? Да, конечно. Поэтому я столько не занимаюсь, чтобы не болела голова. Пью за твое счастье, дядя. И за счастье моей новой тети. Теперь у меня будет законная тетя. А я пью за твое счастье, Антонелло. Чтобы твое личико поскорее осветилось улыбкой. Не грусти, племянница. Бог милостив, все образуется. Ты всегда была как порох. Порох подмог. В тот вечер, когда случилось несчастье с Николасом. С ним у меня были хорошие моменты и плохие. Когда я осталась одна стадия, я себе пообещала, с Николасом больше никогда. Звучит, как название теленовеллы. С Николасом никогда. Я его любила. Но он ждал от жизни другого. Он и сейчас ждет другого. А я по-прежнему жду его. Я была дурой. Когда у меня все произошло с Николасом, я должна была понять... И что ты должна была понять? Что с Николасом никогда, дядя. С Николасом никогда. Ампара, мы ведь договорились, что я помогу вам одеться и причесаться. Зачем все это? Сеньорита, я всю неделю думала о платье и прическе. Это мне больше всего идет. В стиле Айдиго Эрме. Помните эту чудесную певицу из Трио Лос Панчес? Она была богиней. На когда вы договорились с Эбеллиардо? На субботу в 7 часов. Сегодня суббота, и уже должно быть 7. Который час? 5 минут седьмого. Тогда я пойду. Не хочу заставлять его ждать. Еще рано. Да. А ваши часы идут правильно? Ампара, ради бога. Как я выгляжу? Вы пойдете на ярмарку? Как на ярмарку? Сегодня я иду с Лаутаро. А кто это Лаутаро? Парень, который за ней ухаживает. Неужели у вас опять появился ухажер? Дочка, вы такая ловкая. Меняете женихов как перчатки. Простите, то, что мне сказала сеньора, это хорошо или плохо? Ампара, не язвите. Скажите, вы собираетесь пойти с такой прической? Почему вы не попросите снюю риту Антанеллу, чтобы она вас причесала? Мужчинам нравится, когда женщина элегантна. Как я, например. Нет, мне нравится мой вид. Послушай, Лаутаро спрашивает, почему ты забросила пациента. На этой неделе ты не заставляла его делать упражнения. И что ты ему сказала? Я сказала, что ты занята. Помогаешь дяде Крестобалю в подготовке к свадьбе. Но, похоже, он мне не поверил. Я пошла. Меня ждет Лаутаро. Он в комнате Николаса. Они очень подружились. Сегодня мы поужинаем, а потом потанцуем. Надеюсь, что он не оттопчет мне ноги. Синьорита, мне кажется, я очень бледная. Я похожа на туберкулезную. Может, у вас что-то, чтобы придать лицу немножко больше жизни? Минутку, Николас. Я сейчас вернусь. Да. Простите, что я вас так позвала, но я не хотела, чтобы он меня слышал. Уже давно я хотела задать вам один вопрос, но все как-то не решалось. И о чем вы хотите меня спросить? Мне нужно знать, сможет ли Ники... Ники – это Николас. Я так называю его из нежности. Сможет ли Ники вернуться к нормальной жизни? Я имею в виду как мужчина. Вы меня понимаете? К нормальной жизни как мужчина. Да, да. Как мужчин. Подождите минутку. Сейчас вернусь. Вы знаете, на ящерицу он не похож. У него нет хвоста. А для слона... У него слишком маленькие уши. Думаю, ему придется смириться и вести жизнь как мужчине. Вы надо мной смеетесь? Нет, сеньорита, нет. Я обращаюсь с вами, как вы того заслуживаете. Лаутаро, вы говорите о чем-то личном? Нет, Павло, нет. Если только глупость, то же они приватизировали. Но я об этом ничего не слышал. Здравствуйте. Простите, сеньорита Павло. Простите, сеньор. Очень приятно. Мне тоже очень приятно. Я знаю. Вы ее ухажер. Простите, вы случайно не видели там Абелардо? Да, Абелардо ушел. Я с ним столкнулась. Он был такой элегантный. Ушел с другом в театр. Он вам нужен? Нет. Вовсе нет. Я спросила, чтобы спросить. Из чистого любопытства. Вы тоже очень элегантная, Амбаро. Вы уходите? Я элегантна. Нет. Я надела первое, что нашла. Я пойду на мессу. На мессу. Мне нравится ходить на мессу в субботу вечером. В это время меньше людей. Я обещала больше тебе не звонить, но позвонила. Ты не заставила себя слишком упрашивать. Сразу примчался, дорогой. Ракель, я тебе сказал, что ты мертва. Мертва. Я жива. Я жива и сгораю. От желания. Ты играешь с огнем? Мне нравится гореть. Видишь, ты тоже меня хочешь? Тебя не вдохновляет мысль заняться любовью с покойной женой? Чему я только не научилась в аду? Многому. Многому. Это означает, что ты отказалась от Николаса? Это означает, что Николас стал другим. Понадобится много времени, но он своего добьется. У меня нет этого времени, а у тебя есть. Николас никогда не станет таким, каким был раньше. Он будет ни лучше, ни хуже. Он будет другим. Он уже другой. И у меня тоже нет этого времени. Как и нет моего ребенка. Донья, вы явление. Вы правда, явление. Когда вы узнали, что я влюблена в Николаса, вы чуть не вырвали мне печенку. Когда узнали, что я жду ребенка от Николаса, захотели выдать замуж... за Артура. Но ведь я не знала, что он сумасшедший. Неважно, сумасшедший он или нет. Вы всегда хотели, чтобы я была подальше от Николаса. Что произошло сейчас? У вас расстройство мозгов? Я видела, как ты о нем заботилась все эти месяцы, как переживала. Хватит. Стоп, Донья. Как медсестра, я обхожусь вам слишком дорого. Вы даете мне крышу и еду. Но я так больше не могу. Вы же не хотите, чтобы я вас обманывала. Оставьте все так, как есть. Но ты его любишь. Я сказала, что не буду вас обманывать. Да, я его люблю. Николас был и есть моя любовь. Я считаю, что любовь приходит к человеку всего один раз. Один раз и навсегда. Может, это примитивно. Я его люблю. И оставляю его в покое. Когда ты далеко, больно. Но когда рядом, это намного больнее, Донья. Я не хочу объяснять Николасу причину моих слез. Поэтому держусь подальше от него. Поэтому. Я не хочу объяснить. Я не хочу объяснить. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Все тебя боялись. Ты появлялся на страницах журналов, и женщины умирали. Но ты был бабником. Да, нужно признать, ты не пропускал ни одной юбки. Но я все равно тебя любила. Могущественным. Очень могущественным. Я тебе уже сказала, все тебе завидовали. Почему такой вопрос? Каким я был? Я полагаю, ты был человеком заблуждающимся. Ты придавал слишком большую значимость своим делам. Подался в политику, хотел стать депутатом. Это отдалило от тебя многих, в том числе и твоего сына. Сейчас Федерико очень счастлив, потому что много времени проводит с тобой. Я был плохим? Нет. Заблуждающимся, но не плохим. То, что с тобой произошло, дало тебе возможность измениться. Ты всегда был чувствительным. Просто раньше ты был слишком самоуверенным. Но не плохим. Ты не был плохим. Я отнесу чай Паули. Не понимаю, почему я не могу остаться. Николасу это не мешает. Никки, ты не против, если я останусь? Во время работы я даю распоряжение. Николас не думает. Он работает и делает это хорошо. Обычно я работаю наедине с пациентами. Так что вы заставляете нас терять драгоценное время. Ваше давление в норме, сеньора. Но в любом случае так продолжаться не может. Вы проводите на фирме слишком много времени. Я не могу ее оставить Абелярдо. Сын не хочет взять ее на себя. Гастону я не доверяю. Мне так нужен Николас. Но вы видите, время идет, а он все такой же. Не такой же, сеньора. Прогресс налицо. Да, он говорит, ходит. Но не помнит. Он ничего не помнит. Какая назойливая женщина. Хуже моей тете Пороты. Ну да ладно. Как дела? Думаю, хорошо. До каких пор ты будешь притворяться, что ничего не помнишь? Пока не вспомню всего. Осталось совсем мало темных пятен. Правда? Я узнаю, кто есть кто. Сегодня я едва не обнял Антонеллу и мне сказал, что люблю ее. Что люблю ее сейчас, и что так же вспомнил, что любил ее раньше. И почему ты этого не сделал? Потому что не могу. Мне нечего ей предложить. Свою любовь. Мою любовь. А как быть с моей импотенцией? Я хожу, говорю, вспоминаю. Но там я ничего не чувствую. Ничего не чувствую, Лаутара. Мужчина импотент не может говорить о любви. На русский язык фильм озвучен фирмой «Дважды два телемаркет». Музыка. Огромка. Ее. Огромка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok